Господин доктор, послушайте, я так терпеть больше не могу. Мне нужно позвонить отцу ребёнка, ему узнать, продолжается ли беременность, жив ли мой ребёнок. Мне всё это нужно узнать, господин доктор. Сделайте что-нибудь, пожалуйста, госпожа Берчин, как я и сказал, очень рано. Вы ещё в самом начале этого пути, но если с какой-то вероятностью мы услышим, что сердце малыша бьётся, я смогу вам хоть что-то сказать? Если бьётся, то что это значит? Это значит, что ребёнок держится за жизнь, и первые шаги уже сделаны. Хорошо, давайте сделаем это, потому что мне очень надоело. Вы ложитесь, я сейчас приду. До того, как тёжки у Жильда вернётся память, я должна с этим разобраться. Нужно заполучить Узана. Ну, я пока ничего не слышу. Ребёнок всё ещё очень мал. Не слышу вленья сердца. Что? Ребёнок что, мёртв? А вот и оно. Слава Всевышнему. Слава Всевышнему, мой ребёнок жив. И, наконец, я воссоединись с Сюзаном. Слава Всевышнему. Слава Всевышнему. Человек может забыть то, о чём думал, но он не сможет забыть, что чувствовал. Как это странно. Внезапно это предложение пришло мне на ум. Видимо, я это в какой-то книге прочитал. Да, это правда. Слова о людях способны забыть, но раны, которые остались от этого общения, не забудутся никогда. Аслам. Знаешь, рядом с тобой я чувствую себя очень счастливой. Будто я тебя знаю с самого своего рождения. У тебя есть муж? Ну, ты прости за мой интерес. Я подумала, что такая красивая, добросердечная девушка, наверное, уже нашла свою любовь. Нет. Мужа у меня нет. Слэн, я тоже свободен. Да, интересно, в каком состоянии сейчас моя прекрасная тёточка Желеде. Аслам? Как ты сегодня? Тебе уже лучше? Что Аслам здесь делает, а? Или ты взял её сюда в качестве няньки? Да, а чего ты так взбушевалась? Как это... чего? Ася, она вердит в тёточке Желеде. Не губь, Берчин. Зачем Аслам вердить моей маме, а? К тому же, если бы не Аслам моя мама, она сейчас была бы мертва. Она спасла жизнь моей маме, и ты сама всё это видела. А сын довела твою маму в такое состояние. Она столкнула её с крыши и привела к такому. А ты ещё эту ведьму засунул сюда, чтобы она была нянькой. Нет, таких глупостей я ещё не встречала. Берчин, послушай, не смей. Не смей при маме рассказывать это. Доктор подчеркнул это. Если она что-то плохое исполнит, то должна она сделать это сама. Будь спокойна. А сын в этом доме никому не навредит. Ни маме моей, никому либо другому. Конечно, конечно. Ха, боже мой, а. Хоть, понимаешь, кого ты запустил к себе в дом, Узан? Сначала она обманула тебя, а потом пыталась убить твою маму. Ты не влезай в это дело, Берчин. Я найму домой того, кого захочу. Ладно, хорошо. Хорошо, я ничего не говорю, не злись. Я... Пойду что-нибудь куплю и сделаю торт для госпожи Жюльде. Ты же знаешь, я играю в твою мать, Артеш. Хорошо, сделай. Как знаешь. Увидимся. Посмотрим, смотри, ты так же ко мне относится, когда узнаешь, что я беременна от тебя. Мало осталось. Что такое, Берчин? Ты знаешь, что Аслын начала работать дома у Узана? Что это за глупость, ничего, Берчин? Что Аслын может там делать? Она нянька чёшки Жюльде. Ты хоть понимаешь, на каком тонком льду ты стоишь? Когда госпожа Жюльде всё вспомнит, первая, кому она всё расскажет, будет Аслын. Чёрт подери. Ладно, мне кажется, ты должен что-то придумать. Потому что они с Узаном постоянно вместе. Чёрт подери. Раз тебе нужны были деньги, зачем ты бросила работу? Ладно, опустим, сука, как минимум от алиментов ты должна была не отказываться. Ты не должен думать обо мне, Узан. Из биржи труда меня привели сюда, я сюда и приехала. Вот и всё. Как ты общаешься с работодателем? Воспитан-нибудь? Простите, господин Азан. Ну что вы, для меня это не проблема, но... Эта госпожа прошлую работу бросила из-за того, что не хотела видеть моё лицо. Не знаю, согласится ли она здесь работать. Кто вы такие? Уходите из моего дома, я не хочу вас видеть. Мама. Это няньки, ты не волнуйся. Не нужны мне няньки, сынок. Скажи, им пусть уйдут. Ладно, куда проведу тебя в комнату? Господа Жуде, возьмите меня. Я отведу вас туда, куда вы захотите пойти. Я хочу к себе в комнату. Мне доили эти встречи, никого я не хочу видеть. Ладно, Господа Жуде, вы не переживайте. Я отведу вас в вашу комнату, потом я тоже уйду. Спасибо, моя дорогая. С тобой всё нормально, да, мама? Нормально. А когда эти люди идут, мне станет ещё лучше. Отправь их, пусть уйдут. Но ты останься. Хорошо. Давайте пойдём в вашу комнату. Вы простите, мы заставили вас приехать сюда. Завтра отправим новых претендентов. Извините, всё тут закружилось, завертелось. Это вы простите, у мамы сейчас сложный период, она очень странно реагирует. Прошу вас. Я не знаю, кто ты, но... И мне так понравилось. Может, ты не будешь уходить? Останешься здесь с нами? Спасибо, господа Жуде. Я... Я поговорю с Сузаном, а там определимся, хорошо? Я же смотрел на тебя, и мне так хорошо стало. Я стала счастлива. Очевидно, сердце у тебя такое же прекрасное, как твоё лицо. Как же ты прямо от сердца заботишься обо мне? Ну же, господа Жуде, вам нужно немного отдохнуть. Хорошо. Но ты не уйдёшь, ты останешься здесь с нами. Разве так нельзя сделать? Я здесь. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите их, хорошо? Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если бы вы так же хорошо относились ко мне, когда я была невесткой в этом доме, господа Жуде, всё было бы по-другому. Асуэм, я как раз хотел позвать тебя. Можешь спуститься вниз, нам нужно кое-что обсудить. Хорошо, пойдём. Всех выгнала. Она смеётся только рядом с тобой. Да. Мне это тоже показалось странным. Она впервые так прекрасно смотрит на меня. Асуэм, и мне, и маме, ты сейчас очень сильно нужна. Как минимум до того момента, когда она вспомнит всё. Ты можешь остаться здесь? Как профессионал. Ты можешь быть нянькой моей мамы. Я не знаю, зам. У меня в голове тоже всё перемешалось. Это неправильно, что сразу после развода я оказалась здесь. Но если я не помогу, это будет некрасиво по отношению к госпоже Жуде. Как-никак. Она в таком состоянии из-за того, что последовало за мной. Ты прав, но... Как минимум на некоторое время, короткое. Я как сын, и ж до пары до времени не могу быть рядом. Но если ты будешь здесь, и я не буду переживать за маму, и маме будет лучше. Ладно. Сделай всё, что в моей силах. Благодарю. Я даю тебе слово. Я не буду открывать книги прошлого. Будь спокойна. Ты здесь только ради моей мамы, чтобы присматривать за ней. Ослым? О-о-о! Доченька, что ты здесь делаешь? Мама, прошу тебя, не злись. Я здесь, потому что была вынуждена. Как это была вынуждена? Что это значит, доченька, что ты делаешь в доме этих людей? Мама, прошу, ты можешь успокоиться? Они обратились в биржу труда, чтобы найти няньку для госпожи Жюлиды. А я обратилась, чтобы не нашли работу. Меня туда взяли и привезли сюда. Что я могу сделать? Я была вынуждена согласиться. Ой, боже мой, дочь, ты с ума сошла? Почему ты согласилась здесь работать? Нельзя. Добирай свои вещи, мы уходим отсюда. Нельзя. Мама, не надо говорить мне, мама, мама. Ты не можешь работать в человеке, с которым ты развилась я с критикой дней назад. Шагай. Мама, госпожа Жюлиды нуждается в моей помощи. К тому же, мне очень стыдно, меня терзает совесть. Ты знаешь, госпожа Жюлиды была там, потому что она преследовала меня. Все это произошло по моей вине. Вот видишь, она сама все говорит. Молчи, биржин. Все, что случилось, случилось по вине Каана. Но себе я захотел, я могла бы помешать ему. Если бы до того, как все эти губки произошли, я бы помешала ему, то такое с госпожей Жюлиды могло бы и не случиться. Мама, госпожа Жюлиды ничего не помнит. Она как ребенок. И сильно нужна помощь. К тому же и я в этом виновата. Но я сейчас даже не знаю. Нет, на самом деле ты это права. Ну, то есть, госпожа Жюлиды очнулся, ты должна быть рядом с ней. В чем, что только она помнит правду. Она скажет правду, и тогда Узан поверит тебе. Поверит мне Узан, и нет, меня это не волнует. Меня не это интересует, мама. Я просто должна помочь этой женщине. Она нуждается во мне. Вот и все. Ашлэм. Ты сейчас очень сильно нужна и мне, и моей маме. Когда ты был нужен мне, где ты был, Узан? Я ожидала, что ты поверишь мне. Я умоляла, чтобы ты спас нашу семью. А где был ты? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, могу же зазвиться на тебя? Такое бывает Ты постепенно все вспомнишь Дорогой Мой красивый сыночек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из вас уже сделал эту ошибку Но больше никогда не могу с ней по кому-либо довериться Не стоило мне так говорить, не культурно ведь, да? Нет, дорогая, ну что ты Ты вот так вот будешь разговаривать и все постепенно вспомнишь Госпожа Желеде Ну же, вы пейте свой суп, чтобы он не остыл Пошло время познакомить тебя с нашим ребенком Когда ты все знаешь, ты сам выгонишь Аслам отсюда Кузан Тетушка Желеде Как ты, дорогая? Кузан, почему эта девушка постоянно приходит к нам? Она что, наша родственница? Она дочь наших знакомых Ее зовут Берчин Ой, дорогая, она и меня забыла Но ты меня очень сильно любишь, тетечка Желеде Но я знаю, как сделать, чтобы ты меня вспомнила Аслам, ты возьми это и спустись на кухню Я сделаю тетечке Желеде торт Не хочу никакой торт Но ты обожаешь торты, которые я делаю Причем он очень калорийный И, возможно, когда ты съешь его, ты вспомнишь прекрасные дни, которые остались в прошлом Я не хочу Матушка Ну покушай, может это позволит тебе что-либо вспомнить? Аслам, ты тоже тут не стой, знаешь? Возьми Аслам, здесь не служанка Она здесь только, чтобы следить за мамой, Берчины, не забывай Не проблема, Азан Аслам Как закончишь дела, приходи обратно, хорошо? Я хочу, что ты всегда была рядом со мной Хорошо, я приду Значит, нянька, да? А с ним здесь только служанкой будет, не более Ну а я в этом доме стану госпожой Причем в скором времени Ну давай Что это такое? Какая же бестолковая, а? Пена здесь должна быть Так здесь и так пена, Берчин Что тебе еще нужно? Не надо мне перечить Говорю, не получилось, так не получилось Выли, это сделай заново Если ты служанка, будешь нормально работать, поняла? И не надо мне, как госпожа, здесь строить такие вражень лица А я этого и не пытаюсь сделать, Берчин Ты можешь быть спокойна? Она еще отвечает мне Выли, это сделай заново, ты это сделаешь Терпение мне Что случилось, Берчин, ты чего кричишь? Да нет, я не кричу Как я могу кричать? Есть никаких проблем, Озан Мы просто делаем торт Берчин 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 Берчин, ты меня слышишь? Берчин Озан Озан, надо позвонить в скорую помощь Озан 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 Берчин 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 Ну, сейчас я обожаю, что я сейчас говорю. Ладно, я, пожалуй, пойду в туалет и умываюсь, а потом я направлюсь домой. Я чего-то сильно разбалился. Пойдем, я помогу тебе. Если это я с вами пойду. Твоя мама рассказала мне историю этой шапки. Она хранила ее много лет, чтобы ты подарил ее той, кого любишь. Возьми. Подаришь той, кто станет своей женой. Пускай это не остается на меня. Господа Жюльде наверху отдыхает, а я выйду и немного прогуляю. Если будет что-то срочное, ты мне позвонишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это что здесь делает? То есть как? А сын что, беременная? Играет музыка. Играет музыка.